Ребят, всем привет! Сегодня у нас продолжение истории с Дмитрием Портнягиным. Сегодня он приедет к нам на производство, и мы покажем ему, как делаются его конструкции из профильных систем Alitex, с фурнитурой Zigenia. В общем, оставайтесь с нами, будет очень интересно. Артем, салют! Рад тебя снова видеть. Ну, в общем, расскажу тебе про компанию. Да. Оконный континент. Компания основана в 2008 году, то есть уже 12 лет компании. И с момента основания философия главной компании является бережливое производство. Да. То есть у нас максимальная оптимизация в условиях конкурентной среды. И, соответственно, на данный момент на этой площади у 3000 квадратов, где ПВХ размещается, делают 700 изделий в смену. Профиль приезжает практически каждый день, даже бывает несколько раз в день материалы. То есть мы не храним здесь огромных складов. Это именно принцип этой философии. Также у нас нет большого склада готовой продукции. Изделия с конвейера сразу попадают в специальный контейнер и уезжают. То есть движение постоянное, правильно? Да, постоянный вот этот цикл непрерывный. И нет накоплений. Мы сейчас пойдем смотреть, как твои окна делаются с самого начала. Я очень хочу это сделать, но прежде чем мы туда пойдем, мы просто проведим небольшую экскурсию. Да, быстро пройдемся сейчас. Ребят, давайте зайдем просто посмотрим на то, как производятся пластиковые окна. Пластиковые же, правильно? Это пластиковые, да. Здесь профиль нарезается. Дальше он идет, там соединяются углы и он сваривается. Вот эти контейнеры, вот видишь, как окна устанавливаются. Да. То есть здесь вот подают готовые изделия на таких тележках. На каждое изделие есть пенопластовые вот такие штучки по бокам. Ага. Их обматывают встречем и вставляют в определенной последовательности в этот контейнер. То есть вот так уже клиенту попадают окна. Вот видишь, они в ячеечках таких. В каждой ячеечке свое окошечко. Сколько у вас выручка в год по пластиковым окнам? Ну там уже в районе полтора миллиарда. Сейчас еще алюминий добавится. Я думаю, что мы его годика через 3-4 тоже миллиарда на полтора прокачаем. Да, там причем меньшими объемами. Да, да он маржинальный такой, дорогой продукт. Ну что, барабанная дробь. Тут-тун-тун-тун. Идем смотреть мои орды. Идем на алюминий, да. Значит, что здесь хотел коснуться? Здесь как бы все производственные задания формируются для ребят. Передаются там на станки и так далее. И хотел рассказать тебе именно про сервисы, которые дает компания Лютех. В первую очередь это программное обеспечение. Называется оно Люпро. Значит, вот видишь, вот это твое изделие. Да. Развяжное. То есть, эта программа позволяет построить изделие. Тут даже сечения видны, видишь? Да. Как там все профильки, там соединенные ручки. Вот, соответственно, эта программа позволяет посчитать, во-первых, материалы. То есть, мы построили все изделия. Мы понимаем, что нам нужно заказать у Лютеха. Также она считает ветровые нагрузки, теплотехнические характеристики профиля. Из этой же программы мы выгружаем задание в цех. Это карта раскроя, то есть, как пилить, сборочная спецификация, что там, как собирать. Помимо того, что они вам поставляют материал, они еще полностью вас обучают, дают вам полностью. ПТО, это вообще очень крутое обеспечение. Не каждый поставщик дает именно такое программное обеспечение. А сам понимаешь, что это очень важно, потому что это минимизирует ошибки. То есть, мы все делает программа, и в программе все четко. Причем, они эту программу поддерживают, постоянно обновляют, какие-то корректировки вносят, добавляют там какие-то решения. Очень круто. Я примерно понимаю, почему вы их выбрали как партнеров, а почему мы выбрали их как основного поставщика. Ну, реально сервис хороший. И я тебе еще покажу несколько сервисов, которые они нам предоставляют. Они оборудование даже частично там дают. Мы сейчас его коснемся тоже. А они российское производство? Беларусь. Беларусь, да? Беларусь и большой завод. Делаем хорошие изделия. Технологически это более сложный продукт, нежели пластиковые окна. Намного сложнее. И дело не только в материале, что он отличается пластик и алюминий, а там еще и начинка же, как я понимаю. Ну, в ПВХ все такое стандартная рама, створка, темпост. А в алюминии систем очень много, решений очень много, обработок различных много, фрезеровок. Это просто нагрузки другие. Нагрузки другие. Нагрузки и размеры другие. И я надеюсь, что вот опыт коллег из ПВХ в бережливом производстве поможет нам действительно сделать ревок и стать компанией номер один не только в ПВХ, но и в алюминии. А, стоит. Сейчас вообще, в принципе, пройдемся по всем процессам производственным. Ну, начинается все, конечно, с пилы. Пила у нас немецкая, компания Illumatec. Illumatec, правильно говорить. В общем, мы гордимся этим аппаратом на самом деле. Немало денег стоит. И самое, что хочу сказать. Сколько? Ну, там порядка 10 миллионов. ПВХ, профиль сваривается, и там угол реза не очень важен, да, потому что он потом спаривается. А на алюминии угол соединяется механически, поэтому здесь очень важно точный рез. И мы у нас, когда этого аппарата не было, была там старенькая пила, в общем, мы намучились, постоянно рез, щели образовывались, в общем, углы плохо соединялись. В общем, купили, не пожалели. Особенности этого станка какие? У него нижняя подача пилы, обычно фронтальная вот так выезжает, а здесь снизу. Если снизу выезжает, это минимизирует заусенцы, то есть очень чистый рез получается, и плюс очень точный. И пила, вот здесь вот есть пульт, да, оператор забивает размер, соответственно, эти головы, она автоматически разъезжается, поворачивается, причем они поворачиваются в двух плоскостях, и можно делать двухплоскостные резы. Да, идеально вообще. После распила идет операция, значит, обработки профиля. Вот два станочка, это называется пресс-матрица. Да. Вот, эти пресс-матрицы поставляет Алютех, это тоже один из сервисов, и они индивидуально разработаны для профиля Алютех. Это тоже обрезочки твоего профиля, вот эта сточно-регельная система, мы сейчас тебе покажем, как обрабатывается она, и потом, как оконная система обрабатывается. Хорошо. А оно красилось на производстве, насколько я понимаю? Значит, это красилось на производстве Алютех. У Алютеха, собственно, линия покраски огромная, там вертикальная покраска, вот так профили вертикально едут. И, значит, это порошковое покрытие, у них даже есть два сертификата швейцарских, Qualico там есть, и Seaside. Qualico вот это качество покрытия контролирует, а Seaside коррозионную стойкость. Защитное покрытие. Да, это самые топовые швейцарские сертификаты, их получить очень сложно, не каждый получает. Соответственно, кто красит, и по этим сертификатам, там гарантия очень большая на вот это покрытие, и гарантирует, что оно у тебя со временем... В бане нет смысла переживать за то, что... Да, оно у тебя не выцветит, не облезет, там, ничего, то есть это очень качественно. Смотри, выкусил кусок. Вот, это что? Он отрезает, получается? С одной стороны. Вот, видишь? Вот это мы специально вырубили, чтобы вот так вот соединить, внахлёст. Да, 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 да. Блядь, смотрите. Офигеть. Вот сюда, да? Да, вот так, да. Чип, так, подальше, подальше. Оп, нажимай. Готово! Немножко сейчас еще расскажу, как это все соединяется. Тут есть такая новая технология, разработка Alutech. Аналогов на отечественном рынке нет. Это такое кнопочное соединение, мы у тебя его применили. Они буквально это недавно на рынок выпустили. Значит, оно вот сюда вот так вставляется. Специально профрезерованно в вертикальной стойке, да, отверстие. И вот эта кнопочка, она как раз входит в это отверстие. Вот, ну и смотри, получается, видишь, на этой кнопочке есть там такие конусные элементы. То есть, когда ты вставляешь ее в отверстие, здесь ты саморезами скрутил, а здесь кнопочка. И эта кнопочка, она еще позволяет очень свести хорошо стойку с ригелем, чтобы щелей не было. Это пресс-матрица тоже Alutech. Она нужна для пробития различных отверстий в оконных профилях. Тот же конденсат. И плюс еще там, когда боковой ветер, сильное давление ветра, вода просачивается между створкой и рамой. И нужно воду, которая в раму попала, уводить на улицу. На отлив, и чтобы она скатывалась. То есть, есть два вида дренажа, видимый и скрытый. Конечно, мы тебе скрытый сделали, но я тебе просто хочу показать, как выглядит видимый и как скрытый, чтобы ты оценил. Вот такое отверстие квадратное. На него ставится вот такая заглушечка, водоотливная так называемая, водоотводная. И вот это с улицы. То есть, ты с улицы видишь на раме две такие заглушечки, с которых вода течет. Но мы от них ушли, мы сделали скрытый дренаж, для того, чтобы их видно не было, и у тебя были максимально красивые окна. Это все один станок делает. И обычные, скрытые, очень много операций. Вот, видишь, здесь вот отверстие пробито в одной камере, и снизу в другой камере пробито отверстие. Потом еще там на последних этапах сюда вставляется такая пластиковая трубочка, алютеховская, вклеивается, чтобы водичка не попадала в эту камеру. Она сразу отсюда вытекает на улицу, а здесь мы уже ставим отлив подставочному, и, соответственно, на отлив попадает. И с улицы, ну, ты ничего не видишь, видишь? Так, ребята, расчехлили уже блокнотики, запомнили, как это делается? Ну, это, знаете, конечно, для профессионалов это более интересная история, но и для обычного человека, мне кажется, просто для общего развития это прям интересно посмотреть. И в следующий раз, когда ваши друзья или знакомые будут задавать вопросы, по какому принципу ты выбирал окна, ты можешь просто разложить прям на мелочи, на атомы, почему ты это сделал, и доказать человеку, что твои окна самые топовые. Торцы промазываются герметиком, а потом там на специальных закладных соединяются. Сейчас мы все это будем делать. Это нужно, чтобы герметизировать стык, чтобы сквозняки там не проходили, да? Ничего не подсвистывало. Да, да. Далее, после того, как мы герметик нанесли на торец, сюда вот в эти отверстия, да, вот в камеры профиля задувается специальный двухкомпонентный клей. Видишь, какой пистолет? Пневматический пистолет, две тубы, да, и они вот в этом носике смешиваются, и получается клей, который, когда мы соединим угол, через сутки этот угол станет просто неразъемный. Ну, и просто нереально его разъединить. То есть оборудование не нужно для того, чтобы склеивать профиль? Нужно. Сначала наносим, потом мы его обожмем еще на специальном станке. А, я думал, ты ручками здесь нужно подержать. Нет, ты думал просто раз, ты сейчас склеили. Ты подписался уже на канал Трансформатор? Ты маленький строитель. Да, давай сюда. Готово, да. Ёб! Что она делает? Отдача просто. Да, так, отлично, отлично. Готово? Да. Видишь, это немножко дольше всего, чем работа. Тут много ручной работы. И что, реально этот клей выдерживает, да? Да, да, он твердый становится, его просто не разъединить. Так, вот мы соединили этот угол и несем теперь это соединение на углообжимной станок. Смотри, станок тоже компании LUMOTEC, такой же, как пила. А там, видишь, ножи такие. То есть там стальные такие ножи, которые сейчас выходят и зажимают профиль. Вот те закладные, которые мы вставили заранее, они в них как бы зажимают профиль. И, соответственно, это называется вот обжатие угла. А, ну и крепят его, как я понимаю. Да, да. Вот это как бы есть такая технология. Он позиционирует. И теперь нажимаем на педальку и выйдут ножи. Да. Нажимай, Дим. Давай. Чик. Видел? Ну, то есть они все равно же с самим алюминием крепятся. Да, они зажимаются. Такие усики появляются. Да, 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 да. Но на этом еще соединение угла не закончилось. Видишь, вот здесь пластиковая деталька? Вот она. Да. Она нужна для герметизации крыла. Вот это вот, это крыло алюминиевое, да? Она нужна для его герметизации. С обратной стороны этой детальки есть каналы. По этим каналам двигается герметик. И здесь есть отверстие. Заливаешь туда герметик, и он туда по каналу идет. И он герметизирует полностью этот стык. Да. Тоже, чтобы вода не попадала, чтобы ветер не заглох. А вот этот пластиковый уголок остается здесь, правильно? Он остается, да, навсегда. И я тебе больше скажу, таких вот решений на отечественном рынке не у всех есть производители. Поэтому люди, они когда смотрят на окна, им кажется, они все одинаковы. На самом деле, вот преимущество вот в таких мелочах. А людьих, они не экономят на этом. И, соответственно, там заглушечка, там какой-то уголочек, там то. И самое прикольное, что все эти производители, являясь конкурентами, все, чтобы они не создавали, а они же кулибины страшные вообще, они каждый раз что-то микро улучшают, правильно? Да, да. Каждую неделю, каждую месяц. И они же это все патентуют, создавая каждую вот эту вот пластиковую штуковину, они просто ее сразу отправляют на патент. И вот эта гонка производителей, которая в постоянном режиме, не останавливаясь, двигается, она, каждая использует свои технологии. И плюс они же следят еще друг за другом жестко. Все, стык готов, правильно? Да, так делаются четыре, и получается рама. Створку точно так же с четырех сторон, потом створку с рамой соединяют при помощи фурнитуры. Все, просто. Да. Пойдем, сейчас уже готовое изделие, я тебе покажу. Стеклопакеты, конечно же, вставляются на объекте. Ручка. Здесь у тебя, видишь, ключик? Да. Это не просто так. Здесь система применена, называется ТБТ. Зигенья, это мы сделали для безопасности, потому что маленькие дети. Да. Значит, в чем суть? Окно до самого пола, если кто-то его откроет, может упасть. У тебя там в втором этаже окна, ну, чтобы никто не вывалился. Соответственно, вот такая система ТБТ. Что она дает? Значит, вот в таком положении ручка, она вот так закрыта, да? Окно не открывается. А когда она вот в таком положении, то она ставится на проветривание. Да. Вот смотри, вот так. Раз. Да. На проветривание. А потом, когда тебе нужно открыть окно, ты, получается, без ключика этого не сделаешь. Да. Ты можешь ставить только на проветривание. Но когда у тебя там, кто за домом следит, им нужно будет помыть стекла, ты им даешь ключик, они вставляют ключик, проворачивают, чик, и окно открывается. И у тебя еще скрытые петли. Вот если ты видишь, есть петли, которых видно, мы себе все скрыто применяли. Да, да, да. У тебя все скрыто, петли скрыты, петли тоже качественные, до 150 килограмм выдерживают. Да. Поэтому все здесь будет четко. Уплотнители поставляет тоже Алютех. Вот здесь есть средний уплотнитель. Смотри. Вообще в системе три контура уплотнения. Этот уплотнитель из материала ЕПДМ называется. И не каждый производитель использует этот материал. Только топовые производители, которые, значит, не экономят денег, используют ЕПДМ. Соответственно, у Алютеха тоже все уплотнители индивидуальной разработки, Алютех из материала ЕПДМ. Тут есть, видишь, помягче такая часть. Есть более твердая. Помимо герметичности, они еще обеспечивают теплотехнические показатели хорошие, да? Мы продолжаем. Мы делали небольшую паузу. Я знаю, что сейчас немножко пробки выбивает. И у меня тоже, потому что слишком много информации. Если мы пробежались по пластиковым окнам за 15 минут, и мы все в целом поняли, как это делается, то здесь гораздо дольше, да. Значит, вот дверь. Это входная, как я понимаю. Да, это входная дверь. Это ту, которую мы выбирали или нет? Мы же выбрали другую. Нет, а ту, которую вы выбрали, там у нее панель будет такая, адека, наклеена сверху. Это мы тебе покажем уже на объекте. Все, я понял. Это обычная дверь, тут стеклопакет будет вставлен. Значит, смотри, тут замок многозапорный. Многозапорный, KFP, это тоже производство Zigenia, у них есть завод под таким брендом. Видишь, он такой из нержавеющей стали, и ответная планка на него тоже цельная, из нержавеющей стали. И, соответственно, он многозапорный. Когда крутишь ключик, видишь, ригель выходит здесь, вверху и внизу. И это обеспечивает дополнительный прижим с двери к раме, и никаких продуваний и так далее. Причем, здесь стоит специальный редуктор в замке, который позволяет снизить нагрузку на ключ. То есть, когда у тебя будет запирание двери, ты будешь очень легенько ключ крутить. Это роликовая. Ее снаружи видно, да, такой цилиндр, а крепление все внутри. Мы здесь их сделали тебе пять штук, потому что у тебя очень тяжелый стеклопакет. Дверь будет служить очень долго, и не провиснет, ничего с ней не произойдет. Эти петли тоже поставляет Алютех. Вот мне же, знаешь, что кажется, если бы ты всех своих клиентов водил бы на это производство, они бы у тебя покупали, во-первых, раза в три быстрее, а во-вторых, они бы потом не жалели бы никогда о том, сколько они денег на это все потратили. Ну, наши клиенты не завели. Ценность просто нереальна. Мы реально стараемся, чтобы каждый клиент остался доволен. Ты должен до них доносить, на самом деле, сколько здесь всего. Да. Видишь, какие мощные крепежи? Да. Пять штук. Вот. И, соответственно, вот еще защитная пленка фирменная Алютех, она клеится после покраски на заводе. Мы ее не снимаем для того, чтобы во время производства не поцарапать. И на монтаже мы ее тоже не снимаем. После того, как все смонтируем, и уже будет чистовая отделка выполнена, пленочку аккуратненько сняли, и твои окна красивенькие. Это самый приятный вообще момент будет, когда поставят окна и снять пленочку, да? Да. Ну, в принципе, на этом все. Все, мы не можем пока выехать на объект. Как ты знаешь, мы там с прорабом, с Алексеем общались. Вы там еще бетон льете, стены сносите, крышу делаете. Ам ужас вообще. В общем, мы и согласовали, что они будут готовенькие стоять. Да. Как только даете зеленый цвет, мы приезжаем и быстренько все монтируем. Все устанавливаем. Стеклопакеты тоже заказаны. Мы их привозим на объект, и все это монтируем, стекла вставляем, и уже потом готовые конструкции посмотрим. Понял. Вы как-то обсуждали, сколько это по срокам будет? Сам монтаж или когда нам дадут выйти? Нет, когда вам дадут выйти. В ноябре где-то. Понял. Я как бы уже бы мог сейчас порекомендовать этих ребят, но я все равно пока этого делать не буду. Я дико в восторге, во-первых, от того, что выполнили по срокам все круто, а мы накосячились со своей стороны. И я на самом деле доволен, что этот именно материал выбрали, потому что я сейчас вижу, что это действительно очень крутая ценность. В любом случае, всех поставщиков, которые участвуют в нашей стройке, не в зависимости от наших договоренностей, мы будем оставлять ссылки внизу в описании. А в самом конце, когда мы это все установим, я уже скажу свою рекомендацию. Хорошо? Можете сейчас уже заказывать, но если кому не горит, то можете чуть-чуть подождать, пока мы не установим и не сделаем всю работу красиво. Да. Увидимся на объекте. Спасибо тебе огромное. Это было круто. Погнали на стройку. Ребят, ну вот мы посмотрели, как делаются алюминиевые конструкции. Следующая часть будет уже с монтажа, где мы будем монтировать большие стеклопакеты с помощью спецтехники. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!